Приветствую вас автор. Я думаю, что в целом вы высказали достаточно разумные идеи относительно жалости, вот, но также вы демонстрируете недостаток любви к себе, вы демонстрируете недостаток заботы о себе, вы демонстрируете свое собственное напряжение, вы демонстрируете свою собственную зажатость, вы демонстрируете подавление своих собственных чувств, вот, и, собственно, именно это и составляет потребность в жалости. Когда человеку хочется ставить его по шинели, это означает, что он хочет, с одной стороны, сбросить в себе ответственность, которая для него слишком тяжелая, здесь вам надо бы определить границы своей личной ответственности, чтобы вам не было тяжело нести ее на своих плечах. С другой стороны, речь идет о именно недолюбленности, то есть, что такое недолюбленность, да, недолюбленность, когда отрицается то, чем человек является, и вот эти вот сочетание этих двух факторов приводит к потребности в жалости. Собственно, любой человек, чисто, вот, поверхностно испытывает потребность в жалости, но если эту потребность в себе не подавлять и позволить данному желанию себя, как бы, себя наполнить, то будут слезы, будет достаточно обидно, но затем вы увидите и почувствуете, что, в общем-то, вы себя любите. То есть, за жалостью стоит любовь к себе, именно подавляемая любовь к себе, именно забота. И все, что вы говорите, что любовь, забота, расслабиться, это все вы можете дать себе сами. И я вам открою небольшой игре, что только вы можете дать себе это в той мере, в той степени, какой нужно лично вам. Ничего другого, никто другой не способен будет вам этого дать. Никто другой не способен, вам дать все, что вы перечислили в том объеме, который нужен вам. Вот. Что касается вопросов по поводу того, чувствовали ли вы жалость, ну вот потребность, что-то пожалели. Я думаю, все люди чувствовали, это абсолютно нормально. Другой вопрос, почему вы интересуетесь. И когда вы спрашиваете, жалели ли вас и как, то это, мне кажется, вопрос не совсем корректный с точки зрения, ну, адресности вопроса к специалистам. То есть, если вы их посмотрите, вы увидите, что вопрос возникает специалистам, мне кажется, довольно неэтично с профессиональной точки зрения, специалистам, психологам, психотерапевтам говорить о том, как их, собственно, жалели и так далее. То есть, вы говорите о своей проблеме, вы говорите о проблеме своих чувств, вот. Возможно, вы говорите о проблемах в потребностях в сфере, вот. И это то, что можно скорректировать, это то, что можно купировать, то, чем можно и нужно работать, вот. И, возможно, там более глубокие проблемы есть, но все вопросы, последние два, которые вы задаете, к сожалению, не имеют для вас никакого конструктивного потенциала, скажем так. Вот. На этом, я думаю, можно закончить. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если вам будет нужно, вы можете всегда обратиться к любому специалисту и проработать, собственно, свою проблему, которая у вас есть. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.